Здравствуйте, дорогие друзья! В период, когда каждый рыбак выбирает, какую рыбу ловить, значит, у меня возник такой вопрос. Пришел ко мне спиннингист и сказал, хочу ловить окуня. Как вы понимаете, я проживаю в районе, в регионе Харьков. Ну, окунь у нас не сильно большой, редко встретишь крупный. И сказал, что вот на днях его знакомый очень хорошо ловил на вот такие вот козью бородку. Чем хотелось бы поделиться с вами в этом фильме. Окунь, как известно, любит все вот такие вот лохматушки, как вулебагер, вот у меня имеется с... Сейчас мы уберем здесь, чтобы было видно вот так. Вулебагер огруженный трех цветов, белый, оранжевый, черный. Ну, это практически универсальная приманка, потому что на нее не только окунь, но и платва реагирует. Ну, щука, понятное дело, на раз срезает. И я выполнил этот заказ, выложил, как всегда, обычно фото заказчику и выложил у себя в группах. Возникло много вопросов, на которые, конечно, отвечать я уже устал писать, поэтому для меня легче сделать фильм. Как вы видите, изготавливать вот такую козью бородку очень-очень просто, но вот все вот такие вот приманочки, которые вы видите другого цвета, это не козья бородка, потому что козья бородка относится к семейству стримеров, а все вот такие вот приманочки пуховые относятся к вабикам. Чем отличается стример от вабика? Долго я не буду рассказывать, но коротко и грубо отвечу, что стример сам по себе напоминает малька, а вабик напоминает непонятно, как говорится, что. Но тоже, если вот, как вы видите, некоторые у меня увлажненные, как вот этот вабик, он тоже напоминает вроде бы как в воде малька. Но вабик не вяжется с вот такими вот хвостиками, это уже мое, от себя я добавил. Вабик обычно берется кусок овчиной шерсти и привязывается на крючок, то есть как бы вот таким валанчиком для бадминтона. И все. По вашей просьбе мы сейчас свяжем вот такие простые козьи бородку. Ну, почему она называется козья бородка? Потому что вяжется с козьей бороды. В основном этот стример применяется для ловли судака, жериха, в большей степени для жериха. Вяжется значительно длинная, такая удлиненная должна быть, должен быть стример. В моем варианте связана конкретно под окунь. Я вязал и буду вязать вот на таких крючках. Это десятка. Окунь у нас мелкий, поэтому, ну, лучше, конечно, вязать, как я уже говорил, на крючках с удлиненным цевьем, как вот на этом. Так как значительно удобней вытаскивать потом из пасти окуня крючок. С коротким несколько сложнее. И тем более окунь иногда зачастую заглатывает. Закрепили крючок. Что нам понадобится? Я уже во всех фильмах показывал и рассказывал. Я использую вот такой клей-гель для закрепления материалом. И в моем арсенале всегда присутствует вот такой лак. Фирмы Хэнс. Других вариантов, как говорится, на нашем украинском рынке вроде бы нет. Хотя выбор достаточно большой. Но цена-качество этот более подходящий. И нам понадобится вот у меня есть кусочек вот такой козы, шкуры. Из него мы будем подбирать и делать нашу козью бородку. Как она называется. Нитка. Чем тоньше нить, тем отчасти лучше, потому что не будет такого большого нагромождения материала. У меня 0,0. Очень уж тонкая. Я беру белую, так как я в зависимости от того, как мы будем вязать, вы можете вот брать голый крючок и сразу крепить бородку. Ну, я немножечко здесь отрезал вот упаковочной такой фольги из пищевых продуктов. Она достаточно крепкая и в то же время эластичная. Очень удобно наматывать в натяжку на цевью. Ну и, как вы просили, очень подробно закрепили нашу нить небольшими вот такими с пропуском. Делаем обмоточку по цевью. Не доходим буквально пару миллиметров до загиба. Удаляем все. И крепим фольгу. Ни хвостиков, ничего здесь, каких-либо точек для атаки я не делаю, потому что в данном случае будут использоваться три стримера, они сами по себе уже являются как приманкой. За хвост, подхватили вот так сверху. Как вы видите, я подтягиваю вниз и у меня материал не утаскивается. И теперь виточек к виточку стараемся закрепить наш материал и дальше также поровнее нашу нитку накладываем на цевьё. То, что у нас вот такие здесь пробелы, как вы можете обратить внимание, они ровно намотаны. Это не страшно. Наоборот, даже лучше будет у нас какая-то своего рода армированная площадка для закрепления нашего люрекса. Берём немножечко, без фанатизма клея. Совсем-совсем немножечко. вот я беру такую небольшую капельку и промазываем. Окунь, вы сами понимаете, парень у нас может хорошо потрепать, поэтому клей здесь не лишний для нашей приманки. и вот так вот в натяжечку я с перехлёстом наматываю наш импровизированный люрекс. Если у вас имеется люрекс, обматывайте люрексом. Если нет ничего, делайте голый крючок. Здесь уже как кому понравится. Не является какой-то здесь панацеей. Дошли до загиба и крепим в верхней части наш люрекс. Отрезаем его. Почему я использую белую нить? Ну, жалко мне вот брать вначале вот такую оранжевую, флуоресцентную. У меня её уже осталось очень мало, поэтому я её берегу. Можно красной, можно как удобно, но я делаю в основном более такие яркие, привлекательные. И в эту приманку можно добавлять люрекс, как вы видели у меня. Можно без люрекса делать стандартную, как она есть, без всяких добавлений. Теперь, что касается, как вы иногда мне задаёте вопрос, вот смотрите, я беру щепотку меха. Какая толщина? Толщина, если вот так вот перекрутить мех и посмотреть, чуть меньше по диаметру, чем наша ампулка для ручки. Мне задавали вопрос, что за ампулка и к чему вы привязываетесь. Ну, для особо одарённых показываю ампулка от шариковой ручки. Вот, приблизительно по количеству материалов нужно нам отрезать вот столько. Сам по себе мех не очень ровный. Вот у меня, если вы так заметите, вот отрезать пучок, вот он будет вот такой. Для настоящей козьей бородки это очень хорошо. Но в нашем варианте нам что нужно сделать. Вот я беру, убираю вот эту всю пуховую часть, чтобы мне не мешало. И рассматриваю, какая у меня здесь длина. Длина мне нужна вот немножечко за загиб, чтобы заходило. Поэтому я беру вот все вот такие вот эти длинные и вот так вот убрал. Всё, друзья, видите, я убрал, вот нам достаточно вполне. Теперь ещё подравниваем, смотрим, какие у нас здесь торчат. Убираем вот пуховую всю часть, чтобы она не мешала. Опять смотрим. И также себе вот этот стримерочек выбираем, выбрали, вытащили вот так и опять можем их вот так же сложить обратно в наш пучок и опять подравнять мех. Подравниваем, чтобы наши кончики ну, приблизительно были вот так вот по пучочку одинаковые. Всё, меня в принципе это вполне всё устраивает. Теперь я, выбрав необходимую мне длину меха, беру и всё это теперь начинаю обрезать так, чтобы у меня не было лишнего. Вот так приблизительно примерили. Сколько, какую длину. Я обычно беру немного длиннее цевья и насколько немного. Ну, вот у нас имеется ширина загиба нашего крючка. Вот она примерно такая. Вот загиба я беру примерил эту длину и её оставляю. всё подрезали. Всё меня вполне устраивает. Можно крепить. Так как наш мех очень скользкий, поэтому я что делаю? Очень качественно подравниваю торцы. Можно ступенечкой подравнять для удобства. Ну, я стараюсь потом уже ниткой это всё выравнивать. Опять берём наш клей. Также без фанатизма. потому что потом будет очень неудобно изготавливать саму головку. Уже немножко больше беру капельку клея. Приблизительно вот столько. Что делаю? Промазываю вот так с торца наш мех и чуть-чуть промазываю здесь. Как крепить? Делаем немножко покороче нашу нитку. Прикладываем вот так сверху. Буквально миллиметр не доходим до колечка. Делаем одну накидную. Делаем вторую накид нитки. Можно и третью сделать. Для чего я это делаю? Нитка тонкая может порезать мех. И чем сильнее мы сейчас придавим, тем больше у нас вот так вот растопырится наш мех. удерживаем мех подхватили и теперь переходя к колечку мы начинаем уже крепить хорошо наш материал. Руку не отпускаем. Все мы закрепили. Как вы видите вот таким вот крылом образовалось наш сложился наш мех. Вот все что нам нужно у нас получилось. теперь никуда в нас не ушло. Я теперь делаю площадочку хорошую с белой нитки и закрепим теперь уже нашу оранжевую. все оранжевую закрепили теперь можно удалять нашу белую. Вяжется очень быстро как говорится меньше было бы у меня разговоров объяснений ну практически 2-3 минуты и вот такая приманка готова. Теперь смотрите вот у нас все равно как бы мы не старались получается вот такой небольшой мусор. Что я делаю? Придерживаю и зажигалочкой вот это все я удаляю. Удалил. Все. Теперь формируем головку. Я не люблю допустим так как делают во всех козьих бородках но обычно еще аж вот так вот проматывают саму головку то есть я ее делаю как на стримерах не сильно такую выдающуюся но в то же время она должна у нас быть привлекательной и теперь стараемся скрыть весь наш вот этот материал который имеется белый мех и все придать оранжевую вот нитка флуоресцентная поэтому дополнительно здесь приманка у нас хорошее тело блестящее для окуня вполне достаточно привлекательных моментов все вот я уже вроде бы скрыл перепроверюсь еще еще чуть-чуть добавлю годится все делаем завершающий узел больше чем есть здесь ничего делать не нужно так годится и отрезаем нитку теперь здесь для того чтобы была более качественная головка я не буду останавливать показывать что у нас вышло в конечном итоге в конечном итоге у нас вышло все что ну то что мы хотели берем лак и наносим наносить необходимо лак клей почему я его глубокого проникновения я его уважаю потому что вот мы намазали помимо того что у нас имеется уже проклеенное он проникает глубоко в структуру наших материалов и достаточно крепко держит все то есть не разобьет и не рассыпется наша приманочка вот все теперь после того когда высохнет вот этот лак можно еще пару раз нанести ну не столь принципиально как вы видите все что мы планировали у нас получилось привлекательное тело ну и из козы сделали хорошую вот такую приманочку если у вас будут вопросы я оставляю почту пишите пожалуйста только те которые пишут из ближнего и дальнего зарубежья будьте добры указывайте с какого региона чтобы мне было легче с вами общаться благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи